Давайте теперь о ценах. Давайте о сегодняшнем. Что вы скажете, как человек, который непосредственно занимается производством продуктов питания и знает в экономике больше нас всех вместе взятых в сто раз. Нынешний рост цен, нынешняя инфляция, насколько они обоснованы? Нет, подождите, что такое обоснованы, необоснованы? Это последствия работы правительства Российской Федерации, не более чем. Мы об этом говорим постоянно. Кстати, КПРФ, Геннадий Андреевич Зюганов и фракция КПРФ вносили предложение о регулировании цен. И только уже глупый не знает, что везде, в том числе в капиталистическом уровне, в рыночной экономике, все цены регулируются. У одних больше, у других меньше различными экономическими законами. Наши решили, что никакого регулирования не будет, никакого стратегического планирования не предусмотрено. И есть только одно. Рынок дикий, который должен все разрулить. Ну как же, заморозки вот были. Были заморозки цен. Это вот в вашем формате или это неправильно? Нет, заморозки цен это вообще ни о чем. Есть понятие, ну давайте я вам начну рассказывать с самого начала. Если вы постоянно повышаете цены на составляющие себестоимости продукции, а именно на семена, потому что они импортные, на электричество, потому что кому-то хочется повышать тарифы, на газ, на солярку, которая непонятно, нефть падает, а на солярку растет, то рано или поздно вы достигнете того, что производить лихозпродукцию в стране будет невыгодно. Тогда начнется сокращение производства. Если производство сокращается, на рынке меньше товара, то цена на него растет. И поэтому тут надо понимать, что долго-долго издеваться над крестьянами удавалось. Вводить там Меркурии, Платоны, маркировки, всякие там поборы, увеличивать цены на все. Кстати, крестьяне перестали сажать продукцию. Мало того, еще мы же подвержены климатическим изменениям, в том числе и засуха была. Это повлияло на определенные группы товаров. Плюс к этому, поскольку продукции меньше, а вот эти торговые сети, никто их не отменял, их рыночную составляющую, поэтому они всегда увеличивали цену вдвое, например. И если вы сейчас обнаружите, что мы продаем капусту по 20-25 рублей, то она в магазине лежит по 50. Но две цены за пять дней продажи, ну это как-то не так. Поэтому коммунисты всегда говорили, что нужно регулировать цену. Регулирование бывает разным. Заморозка цены – это не решение проблем. Есть понятие баланса продовольствия и понятие, что такое справедливая цена. То есть если вы берете все составляющие себестоимости, считаете примерную цену, как, кстати, делают в Израиле и во Франции, а потом определяете, что с учетом торговой наценки цена может быть не выше вот такой. Тогда вы получаете там госдотации. И второе, кстати, чтобы вы понимали, во всем мире за продовольствие платят две категории. Первое – сами жители, люди, которые должны быть богаты. А второе – это правительство через повышение, субсидии, субвенции сельскому хозяйству. У нас смешные разговоры о том, что мы поддерживаем сельское хозяйство. Белорусы и казахи поддерживают свое сельское хозяйство в разы больше, чем богатая Россия. Богатое понимание, что денег много. В разы больше, в смысле, на душу, грубо говоря, на производство. На килограмм, на литр, на что угодно. Вы смотрите, что вы имеете в виду. Поэтому естественным путем уменьшилось продовольствие. Хотя там приписки в сельском хозяйстве никто не отменял. Вы знаете прекрасно. Но даже с теми приписками понятно, что мы никуда, то есть себя не обеспечиваем. А что такое себя обеспечивать? Если не слышали, была такая штука – доктрина продовольственной безопасности. Это физическая доступность продовольствия и экономическая доступность продовольствия. Что такое физическое доступность продовольствия? В магазинах все есть. Но никто не говорит о качестве. И поэтому Россия в месяц закупает на 75% по сравнению с прошлым годом больше пальмового масла. Вас это радует? Нет, не радует. Значит, качество продукции о нем забыли и сказали, ребята, главное накормить людей. Мы на 100% себя обеспечиваем как будто бы какими-то товарами. Кстати, вы знаете, что сахар, которым мы себя обеспечиваем на 100%, подсолнечное масло, которым мы себя обеспечиваем на 100%, ну и еще ряд товаров оказался вдруг лидерами в повышении цен в этом году. Неожиданно. Или зерно, например. Мы вот сейчас, я могу сказать, что комбикорм, шроты, составляющие части себестоимости молока растут в цене, несмотря на то, что говорят, что рекордный урожай. Это экономически вообще не оправданно, но такая система сложилась в государстве России. И это при том, что считается, что от всех этих антисанкций и вот всего, что происходило в последние несколько лет, производители сельхозпродукции еще выиграли по отношению со всеми остальными. Ну, по крайней мере, так нам обещали. Вы повторяете пропаганду. Я говорю, так считается. Подождите, я говорю о другом. О том, что для того, чтобы заместить продовольствие, надо было пустить инвестиции в сельское хозяйство. Одновременно. То есть вы можете что-то сокращать, но все равно или вы заводите в левую. Знаете, что белорусы, а как-то президентом наш Владимир Владимирович Путин попринял Лукашенко, что вы же завозите яблок в пять раз больше, чем производите. Она говорит, вы что думаете, все, что идет из Белоруссии, из Казахстана, все произведено на территории Белоруссии и Казахстана? Нет, конечно. И это все обман абсолютный. Но санкции помогают только в том случае, если вы одновременно с этим даете преференцию самому отечественному производителю и даете инвестиции. Инвестиции не пошли в сельское хозяйство. То есть разговоров было много, а денег никто не дал. Ну и второе, это полная зависимость нашего сельского хозяйства от импорта. Абсолютное причем. И никто даже не рассказывает вам, что, например, если сейчас перестать возить яйцо маточного поголовья из США, то успех куриного царства или бройлеров пропадет через полгода. Как тут Путин говорил, что мы новую какую-то породу куриц вывели мясную? Кроссами, которыми пользуемся, это называется кросс, все импортные абсолютно. Что и по птице, которая производит яйцо, и по бройлерам. Все это импортные кроссы. Вы можете все что угодно слушать. Я же знаю, что на 100% мы производим овощи. Вот сейчас капусту убираем. Так вот, свекла, морковь на 100% это семена импортные. Капуста на 30% наши, а на 70% импортные. Он говорит, картошка на 40% это наша, на 60% импорт. Он говорит, а если вы возьмете средства защиты растений, комплексные удобрения, которые у нас, кстати, в цене выросли, удивительно. Вы тут слышали, наши производители соков стали говорить, слушайте, мы сейчас цену на сок будем поднимать. Знаете почему? Они работают на китайском концентрате. А китайцы резко повышают цену на свою продукцию. Ваш прогноз, цены на продукты будут продолжать расти? Нет, они будут глопирующим образом продолжать расти, но нас, как обычно, спасет импорт, о котором никто не говорит. Вот сейчас мы надеемся, не мы надеемся, а государство надеется, что сейчас урожай картофеля в Египте подойдет, и цена на картошку может упасть. Но это не факт. Почему? Потому что есть еще одна тенденция. Люди ушли из ковида, стали больше употреблять, ну и там есть спрос на рынки, в том числе сельхозпродукты. Павел Николаевич, простите, это ужасно интересно, и надеюсь, что вы еще расскажете нам об этом в эфире Эхо Москвы. Мы вынуждены вас прервать. Да, это не цензура, а время у нас закончилось. Спасибо большое Павлу Грудинину, директору совхоза имени Ленина. Павел Николаевич, но у нас есть еще две минуты для Ютьюба. У нас есть в Ютьюбе пара минут, да, пока мы вышли из эфира, но остаемся в Ютьюбе, нас зрители трансляции видят и слышат. Да, вы сказали о том, что картошка, тут мы как бы опираемся на Египет, а есть еще какие-то такие сферы сельского хозяйства, где мы думаем, что мы сами вроде бы, а на самом деле мы опираемся на импорт, о котором громко не говорим. Все остальные. Посмотрите, если у вас продукции меньше, то некоторые вещи вы можете привезти. Ну, например, морковь. Если не урожай моркови в этом году, или, ну, будет, в многих местах была засуха, то вы можете привезти морковь даже из Израиля. Ну, откуда, где вы купите. Все зависит от цены. Но есть некоторые позиции товаров, которые вы нигде не купите. Например, гречка. Почему на гречку галлопирующие цены? Потому что если не урожай в России, то ее неоткуда привезти, потому что гречку едем только мы, но еще Китай там другая гречка. Вот и все. И поэтому, да, молоко мы привезем. Молочные продукты, что-то еще. А вот такие особые товары, которые нигде не потребляются, мы не привезем. С капустой будут проблемы, наверное, но меньше. С картошкой привезут. Ну, и еще раз. Это же в том числе зависит от курса. Вы мне можете сказать, какой курс будет через два месяца? Но весь импорт – это прежде всего евро или доллары. И поэтому никто не будет, причем транспорт тоже подорожал у нас в России, привезти теперь гораздо дороже, чем этот. И поэтому все это, которое лежит не здесь, а должно быть привезено, оно зависит в том числе от многих факторов, от цен на мировом рынке, от курса евро, от транспортной логистики, которая у нас, к сожалению, не развивается, а только хуже становится. Поэтому эти многие факторы складываются во что-то. И бывают такие пики. Вот видите, сейчас должна быть самая низкая цена на овощи. Самая низкая почему? Потому что крестьяне производят, если они производят многое, им нужно излишки скинуть, цена должна упасть. И я просто смотрю на цены и понимаю, что, видно, крестьяне не произвели многое. Все, мы уходим в эфир. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще. Продолжение следует...